Друзья, здравствуйте! Ну что ж, новые подробности о самом громком покушении последних лет о человеке, который стрелял в Дональда Трампа. Итак, что известно на этот момент? Убитый на месте 20-летний Мэттью Крукс ранее был республиканцем, интересовался политикой. Его характеризуют как спокойного, застенчивого парня, который даже на вид со своими очками и длинными волосами выглядел скорее как хиппи, чем как убийца. И уже есть куча конспирологических теорий, начиная от того, что это, мол, сам Дональд Трамп организовал это покушение, до того, что это покушение спланировали американские спецслужбы. В общем, обо всем этом мы не только поговорим сегодня с Денисом Десятником, экс-командиром израильского спецназа, который воевал в Украине против российских оккупантов. И, что немаловажно, имел опыт работы телохранителем, поэтому сегодня точно сможет профессионально прокомментировать события. Денис, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, ну, похоже, простреленное ухо Трампа станет чуть ли не главным его козырем. Я думаю, что это фотография, где он с окровавленным лицом, значит, машет кулаком вселенной целой, как бы на фоне американского флага точно войдет в историю. И вот да, вот, друзья, если вы не видели, было потрясающее интервью у нас с Денисом, и Денис много рассказывал о том, как он работал телохранителем у одного крупного криминального авторитета. И вот поэтому, Денис, да, вы знаете, как должна работать личная охрана, секретная служба, именно из-за того, что вообще эти выстрелы были совершены, да, и как-то допустили стрелка на такое расстояние, это уже дает повод людям говорить, там, строить какие-то конспирологические теории. Вот судя по тому, как реагировала секретная служба на эту стрельбу, что можете сказать? Ну, во-первых, реагировали довольно-таки хорошо, все равно видим, что Трамп жив и невредим, небольшое ранение, а так, в принципе, сработали хорошо. И единственное, что, конечно, это данные, почему, скажем так, вообще это даже, можно сказать, произошло, все равно Трамп это бывший президент Америки, и у нынешнего президента, понятно, что уровень защиты гораздо выше. И если Трамп станет президентом, то сейчас, да, его хранят тоже секретные службы, но все равно нет столько кругов безопасности, нет столько проверок, сколько у действующего президента. Поэтому, когда это действующий президент, то, конечно, уровень еще намного-намного выше. Любопытно очень, что о том, что покушение вообще может произойти, предупреждал один из главных, ну, скажем так, медиапартнеров Трампа, Даккер Карлсон. Он говорил, что я вот предчувствую, говорит, что нечто подобное может быть, он еще об этом на медне рассказывал, и говорит, а тогда Трамп точно со стопроцентной вероятностью победит. И вот мы видели оружие, из которого стрелял стрелок, это винтовка АР-15, он находился на крыше, ну, не так, что прям очень близко, вот и попал, да, получается, Трампу вот в ухо. Есть, ну, уже такая теория, что чуть ли не сам Трамп для того, чтобы, значит, вот дать себе еще один аргумент в пользу свою в избирательной кампании, и вот чтобы о нем говорили все, якобы, что это могло быть инспирировано самим Трампом. Вот из винтовки, да, человек 20-летний, не имеющий воинского образования, из винтовки, с крыши, с такого расстояния, вот попадает четко, значит, в мочку, не в мочку, вверх ухо бывшего президента. Насколько это реально? То есть можно ли, вот, судя по тому, что произошло, можно ли поверить, что это действительно было самим Трампом инспирировано? Ну, во-первых, я не думаю, что это сам Трамп затеял такую вещь, потому что рисковать таким выстрелом, что где-то, если какая-то ошибка, можно получить и пулю в голову. Поэтому я не думаю, что это исходит от Трампа. А в плане того, что молодой парень выстрелил и, в принципе, выстрел, скажем так, задел самого Трампа, то, в принципе, в Америке это не проблема тренироваться, не проблема посещать какие-то тиры. Плюс оружие, в принципе, находится в свободном доступе, точно так же, как и различные стрельбища находятся в свободном доступе в Соединенных Штатах, поэтому потренироваться любому, в принципе, даже подростку или молодому юноше, это не проблема. Поэтому я не думаю, что это инсценировал сам Трамп, это я исключаю, и исключаю, что это сделали вообще спецслужбы. Просто так совпало, что перед выборами покушение на Трампа. А то, что он лидирует и так во всех рейтингах, он и лидировал и до покушения, даже когда были дебаты с Байденом, то видели, насколько Байден уже все равно и возраст сказывается, и насколько он путается и в речи своей, и во всем. Поэтому я думаю, что Трамп однозначно победит в выборах. Ну вот племянник Джона Кеннеди, президента Соединенных Штатов, которого застрелили тоже в 63-м году, чье убийство стало одним из самых таких громких, наверное, убийств 20-го века. Вот его племянник, который тоже принимал участие, кстати, в гонке за кресло президента в этом году, но его не поддержали на праймарис. Человек такой очень специфический, высказывал много таких вещей, контроверсионных комплиментов в сторону России, в общем-то критично относился к помощи для Украины, но не суть. И вот он, значит, говорит, что вот все повторяется, моего дядю убили спецслужбы, посмотрите, вот теперь, значит, на нашего кандидата, на Трампа было совершено покушение. Говорит, очень странно, что нападавшего застрелили вот на месте, да, то есть его не стали брать живьем. Того же человека, который стрелял в Кеннеди, но его, правда, задержали чуть позже, но все равно, как бы, да, вот мы видели этого человека, там, над ним должен был быть суд, ну, потом его в итоге убили, убил, там, другой человек. Но не суть. Вот то, что его застрелили на месте, вот такая реакция, значит, секретная служба, реакция охраны. Вот этот племянник Кеннеди говорит, что это странно, что должны были бы брать живьем, чтобы выяснить, кто заказчик. Здесь застрелили на месте. Вот вам кажется это странным или это нормальный протокол обычный? Нет, в принципе, нормальный протокол и не обязательно. Иногда получается взять живым, иногда и зависит, сопротивлялся, не сопротивлялся, разные факторы, как бы, поэтому вполне возможно, что и выстрелили. Я полностью отрицаю, что это были спецслужбы, потому что спецслужбы, я думаю, что если был бы какой-то заговор, то довели бы дело, наверное, до конца все-таки. Специально именно подстраивать что-то для того, чтобы какой-либо кандидат победил в выборах, я считаю, что это, ну, просто нереально и глупо даже в том плане, что это все равно опасность жизни тому или иному кандидату, поэтому никто рисковать бы не стал. Ну да, плюс там даже есть еще погибшие, помимо непосредственно раненого Трампа. Друзья, что вы об этом думаете? Оставьте ваши мысли в комментариях. В целом, уверен, у вас есть свои мысли, свои какие-то теории. Будет интересно очень их почитать. Мы обязательно даже какие-то самые популярные разберем в последующих интервью. Поэтому, друзья, пожалуйста, поставьте лайки. Во-первых, хочется, чтобы большее количество людей увидело этот сегодняшний наш разговор с Денисом. Ну и да, пишите ваши мысли, потому что действительно тут много всяких отдельных таких мелких моментов, на которые можно обратить внимание. Мы еще будем это покушение обязательно разбирать, поэтому не пропускайте. Не только на Трампа было совершено покушение за последнее время. Значит, генерал Буданов, глава украинской разведки, рассказал, что за последний год на Путина тоже было совершено аж несколько покушений. Значит, кто именно их пытался осуществить, глава разведки не сказал, но подчеркнул, что Путин уже давно не является компромиссной фигурой для своего окружения. Конец цитаты. Ну, то есть намекнул, что эти покушения были там не результатом работы западных спецслужб, не результатом работы силы, сил обороны, а, мол, что эти покушения, значит, они были инспирированы кем-то из тех, кому Путин сегодня еще не боится сажать руку. Денис, как вы считаете, ну, вот, в целом можно ли было бы такие покушения утаить от общественности, да, потому что сейчас, ну, довольно сложно, все равно какие-то слухи, да, протекают. Вот здесь мы ничего об этом не слышали, вот знаем только заявление Буданова. Можно ли было бы такое сохранить в тайне и действительно могло ли быть нечто подобное, или же это какая-то игра Буданова, да, мы же знаем, что разведка, в общем, работает, на самом деле, из дезинформации в том числе. Вот как оцените эти слова? Ну, я не слышал, что были какие-либо покушения на Путина, и я, да, не думаю, что возможно было бы утаить покушения на Путина. Сегодня информация расходится очень быстро, и даже если всякими способами, даже если, скажем так, режим тоталитарный, все очень строго и невозможно не вынести никакой ссор из СБ, я все равно думаю, что где-то бы информация просочилась. Поэтому я не слышал, опять же, может, у главы разведки есть какие-то другие данные, может, это и было, но лично я не слышал, что были какие-либо покушения. Плюс, опять же, сугубо лично мое мнение, что у Путина, скажем так, очень-очень неплохая охрана и очень неплохие специалисты, которые отбираются очень тщательно и одни из лучших, которые есть в Российской Федерации. Поэтому я думаю, что даже отбор туда и плюс слежка за каждым из телохранителей близких именно Путина ведется очень-очень жестко и очень такая крупулезная, поэтому я не думаю, что кто-либо пытался из ближнего окружения предпринять какую-либо попытку именно покушения. Ну а как вы думаете, Денис, если все-таки бы кто-то захотел осуществить нечто подобное, то с таким уровнем охраны есть какие-то методы все-таки это сделать? То есть должна была быть вербовка охранника или это может быть, не знаю, отравление. Ну вот смотрите, я уверен больше чем, что может быть не на бумажке, в папочке какой-то, но у кого-то в голове какой-то план такой может быть. Вот как вы думаете, как бы это могло быть реализовано, опираясь на такой высокий уровень, просто космический уровень охраны военного преступника? Ну, во-первых, я уже это говорил и повторюсь многократно, что устранить можно любого человека с любым уровнем охраны. Все зависит от финансы, бюджет, который вкладывается в устранение конкретного человека, желание устранить. В принципе, можно любого, опять же, зависит от бюджета, который будет вложен в устранение конкретного человека. Также и Путина вполне возможно устранить, опять же, заинтересованность тех или иных лиц, которые хотят это сделать, и бюджет, который готовы вложить в это покушение, сделать, возможно, все, что угодно. Ну, с уровнем защиты Путина это может быть, не знаю, там, условно киллер-одиночка, да, которому предложат какие-то баснословные деньги, там, не знаю, ну, вот прям самые крупные деньги, которые предлагали только за голову кого-либо. Одиночка-киллер это может устроить или все-таки с уровнем безопасности Путина это нереально? Одиночка это не сделает, опять же, для того, что когда предлагают даже конкретному киллеру, предложат там, скажем, безумную какую-то сумму денег, то все равно он будет пользоваться различными, во-первых, и технологическими методами, плюс различными людьми, которые будут помогать ему в этом, где-то кого-то будет подкупать, кому-то будет что-то платить. Это все равно будет, скажем так, групповая работа, это не будет один человек, который будет исполнять данную операцию. Ну, вот в Даркнете сумма за голову Путина уже достигает 200 миллионов долларов. Это большая сумма или не очень за такую работу? Я думаю, что сумма, да, большая, но недостаточно для того, чтобы устранить этого преступника. Сумма должна быть в десятки раз больше, потому что очень много есть моментов, которые нужно будет обходить, и которые нужно будет именно решать финансово. Подкупать кого-либо, что-либо где-то устанавливать, различные методы слежения, что только в голову не придет. Поэтому очень большие будут траты, и гораздо плюс тому человеку, который, скажем так, с группой людей это сделает, нужно будет полностью даже потом раствориться так на земле. И для этого тоже понадобятся очень большие деньги. Поэтому сумма в 200 миллионов – это недостаточно. Она большая, но недостаточная. Друзья, я уверен, это заслуживает уже лайка, такой анализ от Дениса. Поэтому поставьте его и скажите, готовы ли вы были бы скинуться, если бы Дмитрий Гордон организовал какой-нибудь сбор. Пока что Дмитрий Гордон организовывает сборные беспилотники для Вооруженных сил Украины. Вы можете тоже присоединяться. Ссылку найдете в описании, знаете, как помочь. Превращайте свой гнев и свою ненависть в конкретные результаты наших защитников. Кстати, о ненависти и гневе. Наверное, вы слышали, Денис, о просто варварской атаке по детской больнице в Киеве. Сразу же, буквально через два часа, был прилет в Киеве в роддом. И вот, знаете, я когда увидел новость очередную о том, что буквально полдня назад ЦАХАЛ и Сила обороны Израиля ликвидировали еще одного военного главу Хамас, я сразу подумал, вот это ведь такая цепочка длинная. Мы постоянно слышим об этом новости. Как вам, вашим силам обороны, удается в очередной и в очередной раз доказывать, что возмездие настигнет каждого? Потому что вот сейчас Главное управление разведки, ну, скажем так, мои источники, да, в Главном управлении разведки заявили, что будут очень активно работать по пилотам. По пилотам российским. Они знают поименно всех, кто был причастен к этой атаке, но вот в целом точечные ликвидации будут сосредоточены на ликвидации пилота. Вот вообще, во-первых, оцените такую стратегию, да, что пилоты станут целями номер один на территории России. Ну и второе, да, вот как, может быть, я понимаю, что это годами у вас отработано, но просто не перестаю восхищаться тем, как даже на чужой территории постоянно просто один за одним ликвидируются все, кто были причастен к военным преступлениям, в том числе 7 октября. Ну, во-первых, то, что произошло с детской больницей, с трудом, это просто ужасно, чудовищно, то, что сделала Россия. Опять повторюсь, то, что Россия – это террористическое государство во главе главного террориста и преступника Путина, под командованием которого отдаются все эти приказы и исполняются. И, конечно, не должно это остаться безнаказанным. Те, кто были причастными к этому, те, кто исполнители, именно те пилоты, которые выпускали ракеты. Конечно, главное управление разведки должно просто очень жестко и поквитаться с этими преступниками. Это здесь даже не обсуждается. И то, что у главного управления разведки такие цели, это приветствуется только и одобряется. Конечно, сама Россия и многие пророссийские граждане, которых присутствуют, такие и в Израиле тоже, всячески пытаются, я смотрю различные ролики, как-то оправдать Россию и Путина, всячески говоря, что вот, это и сама Украина себя бомбит, и осколки, и что только нет, и в других странах тоже гибнут дети. Лишь бы оправдать как-то террористическое государство, что я считаю, что это тоже эти люди, которые оправдывают, они заслуживают такого же наказания, как и те пилоты, которые выпускали ракеты. Все прекрасно видели, что это ракеты, есть куча кадров, где видно, как ракеты прямиком попадают в детскую больницу. И те, кто оправдывают, я считаю, тоже Главное управление разведки должно брать на заметку именно этих людей, потому что то же самое, они не нажимали на кнопку, но мыслями они сделали то же самое.